Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Демушкин. Меня задержали 3 августа на несогласованном шествии оппозиции, ну или митинге. Люблинский городской суд присудил мне 200 тысяч рублей, несмотря на то, что на данном митинге я выступал в роли специального корреспондента медиахолдинга White News и вел трансляцию. И снимал непосредственно материалы, как журналист, для данного фундамента. На суде сотрудники Росгвардии утверждали, что у меня нет никаких, не было при себе удостоверений журналиста и никаких подтверждающих документов. Сейчас мы вам покажем, что сотрудники врали, и мы сегодня с вами добиваемся возбуждения уголовного дела и проведения проверки по данным фактам. Первое задержание произошло непосредственно на Пушкинской мое, сотрудниками Росгвардии. Оно произошло довольно вежливое. Ко мне подошли, несмотря на наличие пресс-карты, предложили проследовать в автобус, где подошедшие сотрудники полиции, старшие, вероятно, изучили мои документы, после чего я был отпущен. Я журналист, не задерживайте меня. Я просто снимаю. Я журналист, я просто снимаю, не задерживайте меня. Я не участвую в акции, я вам ничем не мешаю. Я повиную всем вашим требованиям. Почему вы меня задерживаете? Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, кто вы? Старший лейтенант Голованов. Голованов? Совершенно верно. На каком основании вы меня задерживаете сейчас? Уменьшимся, у меня ухом. На каком? По именьшимся, у меня ухом. Здравствуйте, а можно узнать, по каким основаниям меня задержали? Давай, мы, да, что данный у нас перепишешь, что-то привезло. Данный перепишешь, Маш, кто его привел? Присядьте. Здравствуйте, а что случилось? Присядьте на вас. Вас вот сотрудники полиции задержали. Ну, за что? Вам объяснили, наверное. Не объяснили? Я у них спрашиваю. Ни вы, ни они не объясняют. Старший лейтенант Голованов мне не объяснил, почему меня задержали. Скажите, пожалуйста, почему меня задержали? На каком основании? На каком основании я работаю? Старший лейтенант Голованов. Документы есть? Документы? Давай. Вот, находятся вон тазаки. Сейчас доводят еще. Дев, дев, дев. Осторожно. Что, ребят? Уточните, что? Отпустят меня или нет? Предъявил редакторское задание. Удостоверение прессы. В момент задержания вел трансляцию. Вот набивают людьми. Вот находятся люди здесь. Да. Народ только тесть. Народ только символичность. Мне некогда. Меня задержали на Пушкинской. Давай, не звони. Вот сотрудник здесь, сержант, оформляет. Вот кого-то еще заводят. Ну, проходи. Проходи. Они, ну, все. Мы туда сняли. Да. Выполняйте. Вы, там, не успехи. Вот, да. Хорошо. Чего меня зафигать? В общем, очень. Можно? Можно? Да, добрее. Сейчас я снял. Вы, ребята, уже вчера вот, да? Да. 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 Угу. Угу. Надо уже заднёжать людей сажать. Можете, пожалуйста, вы снимаете? Я сейчас звоню у адвокатов. Я сейчас буду ещё раз видеть на время. Подождите. У вас не помню тоже забрали? Нет. Сейчас я буду передавать трубку. Вот задержанные здесь находятся. Мы находимся в Тазаке. Веду трансляцию уже отсюда. Пресс-карты и всё, что там можно. Уже стреление и так далее не помогло и не подействовало. Но будем сейчас разбираться. У нас есть закон о СМИ, который они обязаны соблюдать. Вот мы так. Но заодно и посмотрим. С соблюдением законов. Люди-то и будут сами. Не собрали. Это конституция. Так, ну, случилось удивительно. Меня выпустили как журналиста. Всё, входим и забегаем. Так. Куда? Туда? Нет. Ага. спейс-карта работает, отпустили сейчас выхожу, там человека начали бить, может быть еще поэтому не удалось мне, сожалея, на два момента снять, как его бьют но вот такая вот ситуация, все вот сотрудники полиции работают сотрудники полиции опять на кого-то напали, опять кого-то дождят сбивают ну в общем надо мне отсюда уезжать а то повторно меня не отпустят наверное, но работает работает как бы эта пресс-карта работает а вот идут сотрудники вот здесь выставили отшипление, выкиснили ну все вот я еще раз здесь снимаю вам панораму на улице находится ну несколько сотен людей сколько невозможно мне определить, посчитать второе мое задержание произошло уже в вагоне непосредственно поезда метро спустя полчаса, когда я ехал домой с целью перегачки материалов подснятых непосредственно в медиахомбах из вагона сотрудники Росгвардии меня вывели и передали сотрудникам полиции те опять же изучив мои документы, меня второй раз отпустили уже на станции в центре зала метро театральное извините документы ваши, будьте любезны представьтесь еще раз старший от полиции Лазарев я журналист я журналист сейчас покажу вам мое служебное настроение могу показать редакторское задание по которому я здесь нахожусь да, если вас не затруднят да еду домой все, отснял материал везу его в редакцию а что случилось? нет, ничего просто мирное шествие не было согласовано да, я в курсе можно идти? да, Павел, всего добр спасибо третье мое задержание произошло спустя 10 минут у первого вагона станция метро театральная когда уже сотрудники опять Росгвардии вышли с приехавшего поезда который двигался со стороны станции метро Тверская уже жестко меня задержали я уже не смог там ничего снять руководили ими сотрудники Центра по противодействию экстремизму и уже они меня повезли на метро опять на Пушкинскую и на Пушкинской уже передали меня снова в автобус с полицейскими где пришел некий полицейский данные которого мы предоставили они у нас есть номер значка и фамилия имя отчества его который попросил у нас чтобы мы отдали ему документы наши редакторское задание и удостоверение под обещание что он его сейчас изучит и отдаст назад в итоге документы пропали их нет в материалах дела и более того пресс-карта которая уже непосредственно в отделе в УВД Марина куда меня доставили у меня тоже попросили сдать в личные вещи в коробку и позже и пресс-карта пропала в итоге сотрудники Росгвардии и полиции лже свидетельствовали в суде что у Демушкина не было никаких подтверждающих документов что он является журналистом и суд пришел к выводу после 48 часов задержания о том что я не являюсь журналистом это несмотря на то что у нас есть видео подтверждение что у нас были документы что их изъяли эти документы к делу был приобщен трудовой договор и в суд приехал главный редактор Екатерина Белых медиахолдинга White News Итак, нашего специального корреспондента Дмитрия Демушкина задержали наглым образом в метро когда он ехал в редакцию сдавать собранный материал он представился он предъявил удостоверение которое у него похитили более того похитили редзадания уважаемые коллеги копия редзадания с подписью у меня есть поэтому если вы хотели правового поля окей мы с адвокатом уже направляемся в отделение право это наша территория в метро в метро напали сотрудники ОМОН и ЗБЕ повторно опять вернулся в автозак опять тут задерживают вот снова в автозаке попытка номер два всем привет Россия будет свободной потом потом люди пора просыпаться вот они эти люди так вот моя удостоверение пресса вот редакторское задание только вы мне его верните пожалуйста да 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 естественно удостоверение дайте пожалуйста давайте я вам так его покажу просто проверят я отдам точно отдадите мне можно удостоверение уважаемые отдайте мое удостоверение пожалуйста прессы редакторское задание сотрудник которого я снял на видео забрал мое удостоверение редакторское задание и мне его не отдает на вопросы ни на какие сотрудники не отвечают ничего не поясняют непонятно чем занимаются нарушают закон о СМИ будем привлекать тот и вид нет отдавать не надо было отдавать а это он находится на Находимся в автозаке. Везут неизвестно пока куда. Неизвестно, не сказали, куда везут. Вообще неизвестно. Вот, соответственно, также находился в автобусе среди задержанных Александр Калиатин, член президентского совета по контролю за проходными органами, который подтвердил официально сегодня, что у меня изымали документы журналиста. Мы сейчас приобщили документы, и прокуратура городская сейчас дала поручение Средственному комитету проверить данные факты и в случае нарушения возбудили уголовного дела. Мосгорсуд апелляции у нас состоится 18 сентября 2019 года в 10.00. Все желающие, приходите. Попробуем через мой прецедент доказать фальсификацию протоколов на 27 июля и на 3 августа, которая проходила в массовом порядке сотрудниками Росгвардии и полиции. Все, до свидания. Адвоката Дмитрия Демушкина, специального корреспондента Владимира Сараула Магомедова, пускают в ВВД Магомедова. С вами Екатерина Белых, супруга экс-губернатора Кировской области, который точно так же неправомерно был помещен в, простите, колонию. Уважаемая исполнительная власть, вы совсем охренели нашего специального корреспондента Дмитрия Демушкина, у которого есть пресс-карта, у которого есть редакционное задание, у которого есть удостоверение журналиста. Свинтили прямо в метро. Внимание, вопрос. На каких основаниях? Наш адвокат Рауль Магомедов, адвокат первой прозащиты приемной Российской Федерации, только что зашел в ВВД Марина. И мы ждем, пока Диму выпустят, потому что журналистов права нарушать нельзя. В общем, Дмитрия Демушкина задержали, задержались с нарушениями, очень грубыми нарушениями. Поскольку он является журналистом, задержание журналистов при осуществлении своей профессиональной деятельности запрещено закон. То есть на текущий момент незаконного ВВД Марина держит, респонденту Вайднес, Дмитрия Демушкина, нарушение закона о СМИ, закона Российской Федерации, между прочим. Наше мнение сейчас такое. Кроме того, Демушкин подано заявление на предмет пропажи его журналистских документов. Насколько я понимаю, есть видео, где сотрудник полиции похищает у него пресс-карту, похищает у него удостоверение журналистов, похищает у него редакционное задание, дубликаты которых мы предоставили. Я не буду что-то категоричен. Документы были изъяты сотрудникам полиции. Пресс-карта была изъята позже, при выходе из автобуса, прямо здесь. В итоге эти документы пропали. Но в любом случае у нас есть видеофиксация, в том числе и со временем доставки журналиста Демушкина в ОВД Марина, уважаемые правоохранительные органы. Советую не злоупотреблять правом, потому что вы нарушаете законы Российской Федерации. Это эскалация конфликта, эскалация искусственная. И я понимаю, что вы действуете по приказу. Это понимают все граждане, которые на текущий момент столкнулись с этой ситуацией. Мы требуем выпустить журналистов Демушкина немедленно. Продолжение следует...